Студенты Пермского агропромышленного техникума Сергей и Александр готовятся к сдаче демонстрационного экзамена. Задача запрограммировать специальный навигатор, а затем по виртуальному полю распределить удобрения. Это и есть цифровое сельское хозяйство. Можно взять любое поле и получается его разметить, сделать догоны, обработать. А это что называется полный контакт. Никаких дополнительных приборов, только знание и опыт. Именно так на краевом конкурсе профессионального мастерства среди учащихся региональных учреждений определяли лучшего тракториста. Они должны попасть в границу участка с двух сторон, в глубину уложиться заданную. Проверяли участников и на аккуратность вождения, разворот в ограниченном пространстве, движение в подъем, заезд в бок с задним ходом. Вторая часть практического задания это вспашка. Выполняют его на тракторе «Беларусь». Оцениваются такие показатели, как прямолинейность, глубина и полнота вспашки, ну и работа с плугом. Мастер-класс показал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В рамках рабочего визита в агротехникум глава региона продемонстрировал на площадке навыки владения сельхозтехникой. Также Дмитрий Махонин оценил материально-техническую базу, в том числе посетил спортзал, который был отремонтирован в 2020 году в рамках программы «Спортивное прикамье», и лабораторию ветеринарии, в которой обновилось оборудование благодаря краевой поддержке. В этом году Пермский край присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет», предполагающий создание и развитие образовательно-производственных центров. Один из таких кластеров появится на базе агропромышленного техникума. В этом же списке Пермский техникум профессиональных информационных технологий имени Изгагина и Пермский техникум железнодорожного транспорта. Мы зашли в проект «Профессионалитет» для того, чтобы обучать по специальностям эксплуатации и ремонта сельхозтехники, технологии производства и переработки сельхозпродукции, тракторист-машинист, мастер сельхозяйственного производства не только наших студентов, но и студентов всех учебных заведений Пермского края. В планах у техникума за счет федерального регионального бюджета и средств работодателей привести в порядок прилегающую территорию фасад учебного корпуса, приобрести новое современное оборудование для мастерских, обновить транспортный парк. Все это поможет усовершенствовать систему подготовки кадров, а также повысить число выпускников, которые будут работать на сельхозпредприятиях края. Антон Нагибин, Александр Хорбостов, Вести Перм.